Всем привет! Сегодня у нас очередное новое видео с тематикой законодательства, законов Турции. Хочу углубиться немного в вопрос о разводах. И в частности, сегодня поговорим о разводе и правах детей в этот момент. Какие-то определенные ситуации, которые лично, на мой взгляд, опять же, я отметила, и которых я хочу вам сказать, что вы их должны учитывать всегда, не забывать об этом. Определенные советы хочу вам дать, может быть, о которых вы не задумываетесь, и, например, в вашей стране, в вашем законодательстве, как на вашей родине, это в законодательстве не учтено. Но все же поймете все это по ходу пьесы. Надеюсь, видео для вас будет полезным. Давайте приступим. Я обязательно под видео оставлю ссылку на предыдущее видео такой же тематики. Там я вам рассказывала о основаниях для развода, что может быть основанием для подавания иска, и о бракозаключении, о документах определенных и нюансах, которые нужно при этом учитывать. Я немножко сейчас об этом напомню, потому что это имеет такое непосредственное отношение к тематике прав детей еще при разводе. По статье 174 Гражданского кодекса Турции, сторона в разводе, признанная невиновной, невинной, имеет полное право на единовременное взыскание материальной компенсации по поводу развода. О чем я и раньше говорила в предыдущем видео, в турецких разводах, здесь в Турции, по законодательству, одна сторона, которая, скажем так, виновата в разводе, это, например, измена, изменил муж, вы принесли доказательства, попадали на развод, вы потерпевшая сторона с доказательствами, естественно, все это, а муж виновник, и с него вы можете взыскать моральную компенсацию. Потерпевшая сторона, если она остается после развода без средств к существованию, также имеет право на взыскание алиментов с виновной стороны на свое существование. И алименты эти также, конечно, зависят от финансового положения виновной стороны. То есть, если вы иностранка, у вас есть, например, документ, у вас нет рабочей визы, или у вас нет турецкого гражданства, кстати, то вы можете после развода, остаетесь, скажем так, неспособны к зарабатыванию, здесь не можете найти работу и все прочее, то вы можете подать на алименты лично на вас, на содержание супруги. И теперь, плавно, переходим к вопросу о детях. Хочу отметить, что здесь решение о передаче прав опеки над ребенком происходит только в присутствии двух сторон судей. Суд, принимая решение об опеке над ребенком, руководствуется возрастом ребенка и его интересами, не интересами папы и мамы, как им удобнее, либо как они где будут жить, в какой стране, или еще что-то после развода, чисто интересами ребенка и его возраста. Что туда включено, это понятие о его развитии, содержании и морально-нравственном окружении. Под этот пункт очень часто мужчины, чтобы оставить для себя ребенка, чтобы отсудить, скажем, да себе опеку, они начинают предоставлять, искать, копать на свою бывшую уже супругу какие-либо материалы негативного характера, чтобы ее имя опорочить. О том, что она бы состояла в связи с мужчинами. Это ваши всякие переписки в Фейсбуке, ВКонтакте, даже личка в Инстаграме или еще что-то, неважно какими путями, видео, фото, доказательства, аудиозапись каких-то разговоров, порочащие вашу женскую репутацию. О том, что вы ведете недолжный образ жизни, например, флиртуете, общаетесь с какими-то мужчинами, либо состоите уже в каких-то отношениях с новым человеком. И это может являться доказательством того, что ребенка вам оставить нельзя, что вы порочите морально-нравственный облик матери и женщины, ничему хорошего вы не научите, поэтому ребенка нужно оставить, опеку над ребенком нужно оставить его папе. Поэтому женщина. Просто у меня очень много таких подписчиц, и лично даже я в жизни здесь, находясь в Стамбуле, знакома с такими девушками и женщинами, которые либо вступают в отношения, либо они в браке. Неважно, да, не мне судить, хорошие у вас отношения или плохие в плане верности. Но я знаю очень много женщин, которые, например, от скуки своей начинают флиртовать в Фейсбуке, ВКонтакте, общаться с другими турками, ходить на свидания, например, но официально состоя в отношениях. Вы таким поведением, вот этим вот флиртом, тем более, если у вас есть дети, и у вас нехорошие отношения, нездоровые отношения в вашей семье, и, например, все ближится к разводу. Вы сами себя компрометируете, найти на вас доказательства очень легко, и вы останетесь просто с фигой в кармане, просто на бабах. У вас не будет, после развода у вас заберут ребенка и депортируют, например, из страны все. Вы останетесь просто при пустом карете. Вы должны думать, это на шаг вперед, о вашем моральном, этическом образе женщины. Тем более, если у вас на руках есть ребенок, потому что, как правило, при разводах делят не так яро материальные блага, как, естественно, детей. Потому что вы сами знаете, турки семейные люди, и за детей своих держатся. И вот именно в этом пункте бывшие мужья очень часто, если особенно есть повод, жена дает, очень быстро находятся документы, переписки, флирты и все прочее, которые будут порочить ими жены. Сами себе вот таким поведением вы можете вырыть, скажем так, даже если вы ни с кем в отношения не вступали, не знаю, сходили просто раз на свидание, знакомый, кофе попили. Если у вас за спиной, знаете, есть шпион, который вас сфотографирует, и просто, к примеру, ваш супруг, если вы живете в СИТ, у вас там охрана есть везде камеры, он возьмет у охранников запись видеокамер, как вас домой привезла какая-то машина, мужчина какой-то, да, номер машины будет, его найдут, могут взять показания, или когда вас привез этот мужчина, там, не знаю, поцеловал вас в машине, если такое запечатлено, вообще, до свидания, это конкретное на вас доказательство. Попробуйте потом еще отникиваться, что у вас с этим там мужчиной ничего кроме свидания не было. То есть о том, как вы себя здесь ведете, вы должны думать на шаг вперед всегда, что против вас это все может обернуться, и найти здесь, скажем так, концы воду опустить вам не получится, очень легко все это найти. Если на время судебного процесса развода и определения опеки ребенок маленького возраста, да, он, например, это, как правило, это время грудного вскармливания, то есть ребенок нуждается в уходе матери своей, то он живет обязательно по решению суда со своей матерью на период хотя бы до того, кому будет определена его опека. В этот период, девушки, вообще зарубите себе на носу. Ни в коем случае нельзя вывозить ребенка из страны. Вывоз ребенка из страны не по согласованию, например, с его папой, а не по согласованию с судом приравнивается к краже гражданина страны, к краже ребенка, вывозу его из страны. Хочу отметить, что, как правило, на время бракоразводного процесса суд налагает, ну, в большинстве случаев, не всегда, но очень-очень, если, особенно, папа об этом позаботится, заявочку, скажем так, подаст, то, как правило, суд запрещает передвижение какой-либо ребенка, вывоз его из страны на время вот этого бракоразводного процесса. Плюс еще автоматически накладывается вето на оформление каких-либо документов ребенка. То есть он остается, вот как был до развода, в каком-то подвешенном состоянии, все. Если вы ему не оформили гражданство вашей страны, вы не можете это сделать. Для оформления гражданства ребенка в вашей стране вы там должны быть сделать прописку у вас на родине. У вас на родине документы не принят, вам ничего нельзя будет сделать вообще. Просто это полная парализация до окончания бракоразводного процесса. А я напомню, как из прошлого видео, развод здесь идет порой до 6 лет, когда дается время там подумать, на примирение сторон, и все-все-все такое прочее. Имейте это в виду, чтобы ваши документы и какие-то вот эти нюансы желательно оформить, когда вы еще будете состоять в браке, до начала бракоразводного процесса. Подготовьте документы на вашего ребенка, если вы видите, что ситуация, как бы в любом случае, вы с этим мужчиной, с своим супругом будете разводиться. Позаботьтесь об этом заранее. По поводу вывоза ребенка, нарушения каких-либо предписаний суда, на любую сторону, на вас, на вашего супруга, не важно, кто это сделал. Если идет какое-либо нарушение суда и его требований, то это от 3 до 6 месяцев лишения свободы. Никогда об этом не забывайте. Ну и плюс, естественно, эта галочка остается в вашем резюме, и, естественно, вы опорочите себя. Решение суда об опеке над ребенком будет принято уже, скажем так, ну и, допустим, если вы нарушили вашу сторону, то есть это тоже будет учитываться. О таких нарушениях, тем более, просидеть в тюрьме от 3 до 6 месяцев, наверное, никто не хочет. Для тех, кто очень много любит у нас смотреть телевизор, кто слышит о таких историях, о том, когда отцы воруют своих детей, здесь даже на территории Турции, находя издание, обязательно вывозить его в какие-либо другие страны и все такое прочее, для этого существует статья в Уголовном кодексе Турции. Статья это вроде бы 234-я о том, что статья о удержании и похищении ребенка его отцом. Это можно применить к вам, можно применить к нему. И это статья уже Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Как вы ей можете воспользоваться, так и против вас она тоже может пойти. Ни в коем случае не вывозите вашего ребенка из страны. Если нет развода, то сроком более 6 месяцев это будет уже считаться как кража, похищение ребенка и как ваше раздельное проживание с вашим супругом сроком больше полугода. Он может это время молчать, вас не искать у вас на родине, если вы уехали, а просто молча пойти в суд и подать иск на развод, на разделение и на опеку над вашим ребенком совместно. И суд этот выиграть, потому что вы будете в этом случае виновной стороной, а он будет пострадавший, потому что вы у него похитили ребенка. На вас может зависеть уголовная статья, уже идет 234-я, которую я сейчас назвала. Это стоит тоже отметить. Это вообще страшно. Далее, если у вас начался бракоразводный процесс, оставайтесь в стране, никуда не уезжайте, ни в коем случае. Лучше вообще город даже не покидать. Вы всегда должны быть на контакте, либо через вашего адвоката в зоне доступа вашего супруга и его представителей. Никогда не препятствуете общению и встречам отца и ребенка, либо детей, если у вас их несколько. Просто эти встречи должны быть под присмотром вашим, все должны быть присутствовать и плюс еще обязательно какие-то третьи лица, свидетели, чтобы, например, если у него какие-то есть корыстные мысли вашего мужа детей украсть, то чтобы он это не мог делать, чтобы было это все всегда запротоколировано, например, с адвокатами встречи и все прочее. Не наедине оставлять, но препятствовать тоже нельзя. Опять, потому что есть такой нюанс, вы можете быть в этом виноваты, на вас это может определенную статью навести. Я вам что скажу, если у вас покушение на жизнь, муж бьет, либо он закрывает вас дома, препятствует вашей свободе, вашей личности, какие-то границы нарушает, обязательно вы должны собирать доказательства. Любой развод здесь в Турции только по доказательствам. Любой пункт, который я раньше в видео другом озвучил, оставлю на него ссылку. Доказательства видео, аудио, либо документальных. Если вас муж ударил, вы не собираете ребенка вещи и срочно бежите в свою страну, к своим родителям, хотя сделать это хочется. Вы остаетесь на территории Турции, ни в коем случае даже из города не уезжаете, в котором вы проживаете. И даже если ваш муж вас избил, а вы уехали к себе на родину, виноваты будете здесь, при разводе вы. И вы еще можете ему финансовую компенсацию выплачивать, вам суд заставит, и вы еще можете ему на элементы, он на вас подаст, то вы его сейчас держать будете. Имейте это в виду, и естественно, если у вас ездят, чуть без детей остаться можете, ему их присудят, опеку над ними. Если что-то произошло такое физическое, идете в больницу, снимаете показания, документируете, и идете в полицию писать заявление на него, и сразу же заявление подаете на развод параллельно. И естественно, надо найти вам хорошего адвоката, желательно, конечно, русскоязычного, чтобы у вас не было проблем, потому что очень много вопросов, нюансов юридических, которые вам нужно объяснять на вашем родном языке. И естественно, чтобы адвокат был на вашей стороне, чтобы он представлял ваши интересы, потому что есть такие адвокаты, которые, скажем так, наплевательски относятся к своей работе. Следующее. Когда начался бракоразводный процесс или вообще, вы ребенка никогда из страны не вывозите. Это равно похищению. Никогда от вашего мужа не уезжайте сроком больше, чем полгода, шесть месяцев. Почему я уже раньше это все озвучила, и думаю, что вы все это уже поняли. Поэтому обязательно, если вы собираетесь подавать на развод, и у вас развод не по обоюдному согласию, вы собираете доказательства. Если у вас терпимая ситуация, нет какого-то насилия, манипуляции и всего прочего, то собираете, скажем так, какие-то доказательства все равно, но все же договаривайтесь на берегу, а обоюдно с вашим супругом разводитесь. Что касаемо финансовой стороны и имущества, здесь все точно так же, как и в России, с заключения брака совместно нажитое 50 на 50 становится. До брака то, что у вас было, это ваше, а у вашего мужа это его. Если вы заключили брачный контракт, то расторжение имущественных всяких вопросов будет по брачному контракту, как там прописано, кто что зарабатывал, кто что имеет и все-все-все такое прочее. Здесь, я думаю, вопросов не должно возникнуть. Я буду ждать ваших комментариев, особенно тех, кто здесь с этим уже сталкивался. Я знаю, у меня есть подписчики, которые уже разводились, либо которые сейчас находятся в процессе, кстати, развода. Будет очень классно, если вы сможете дополнить мой рассказ какими-то нюансами юридическими, которые я не осветила, которых я не знаю, которые есть у вас. Пожалуйста, пишите. Информация очень полезная. Информации, как правило, не так уж и много на нашем языке. Будьте полезны для других девчонок. Буду ждать ваших комментариев. Скоро увидимся. Всем пока.